Продолжение следует... 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 внутри корпорации в случае, если за подключение к системе тебе нечем платить. Мир будущего слишком сложен, чтобы быть анонимным, и достаточно прост, чтобы каждый наблюдал за каждым. В какой-то момент мы все станем добровольными участниками реалити-шоу и будем платить за возможность побрить оффлайн. Умрут бумажные документы. Государственные услуги будут отданы на аутсорс, лайфстайл корпорациям и производиться онлайн. Бюрократия в ее сегодняшнем виде практически исчезнет. Функционал государства сократится до роли контролера, судьи и законодателя. Часть важных решений, которые будут принимать судебная и законодательная власть, будут приниматься открытым онлайн-голосованием, что ознаменует эпоху прямой демократии. Традиционные СМИ окончательно исчезнут. Им на смену придут системы выбора контента, которые станут новыми СМИ. Важнейшей профессией в мире станет менеджер информационных потоков. По сути, каждый сам станет СМИ. Дешевые средства производства везде сущи онлайн и возможность выхода в прямой эфир любого из любой точки. Сети корреспондентов из самих граждан изменят систему создания новостей. В скором времени все поверхности, окружающие нас, будут представлять собой рекламные плоскости. Плоскости, которые предлагают тебе то, что ты хочешь. Зная о тебе, о твоих лечениях, о твоих образах жизни. Уже сегодня производители телефонов, операционных систем, почтовые сервисы и социальные сети знают все о каждом. Также возможен в ревенте, когда выбирай, ты сможешь только в рамках ассортимента твоей лайфстайл-корпорации. Мы увидим воскрешение старых звезд. На наших экранах, в своих новых фильмах, будут блистать молодые Мерлин Монро и Марлон Брандон. Мы услышим новые песни Элвиса Пресли и Майкла Джексона. Реальных актеров все чаще будут заменять виртуальными. Мы сами сможем участвовать в создании фильмов и игр, заказывать свои финалы для развития событий. Мир кино и компьютерных игр сольется воедино. Кино-театры, какие мы знаем сейчас, постепенно станут такой же редкостью, как сегодня традиционные театры. Неизбежно появление новых видов спорта, новых глобальных игр, сравнимых популярностью с футболом. Параллельно с обыкновенными олимпийскими играми будут проводиться киберолимпийские игры, которые сравнивают и приобретут большую популярность. Новые технологии позволят нам по-другому получать видео, информацию, качество изображения и звука будет постоянно расти. Кардинальное увеличение скорости передачи и получения данных, увеличение объемов хранения информации изменят наш образ жизни. Я получаю образование дома. Вся моя жизнь записывается, я провожу совещание в постели. Моя страховая компания контролирует уровень сахара в крови. Я на дне рождения друга, не слезая с дивана. Но, собственно, в этот момент начнется новый этап в жизни человечества. Всеобъемлющая виртуальная реальность. В поле зрения. Новые миры. Мы часто видим ее в фильмах. Частично мы в ней уже сейчас, но до того момента, когда мы сможем полностью погрузиться в новые миры, нужно еще дожить. Бог не тот, кто управляет. Бог тот, кто пишет код, задавая алгоритмы развития, создавая среду, программисты к богу нового мира. Именно они будут создавать для нас бесконечные миры, в которых мы сможем быть теми, кем захотим. Жить там, где захотим и так, как захотим. Никаких ограничений плати и живей. Совсем скоро виртуальная площадь среднего города будет помещаться в углубную коробку. Перерасы доточиваться по миллионам компьютеров. Вы можете иметь комнату площадью 3 квадратных метров гетто и жить в санке на берегу. Виртуальная реальность будет значительно дешевле реальной. Вы можете быть прикованным к постели, быть чемпионом по бегу. Некрасивым и слабым, но красивым и сильным. Ведь тело лишь оболочка вашего разума. При этом неважно, где территориально вы находитесь, вы можете жить в одном месте, а работать, учиться, лечиться на разных континентах. По большому счёту, мир будущего, мир без географии, трансграничный и наднациональный, мир бесчисленных сообществ. Создание новых миров и миграция в них – одно из направлений вилки эволюции человека, эволюции внутри себя. Находясь в виртуальных мирах, мы сможем быть где угодно и кем угодно, как угодно изменяя свойства нашего тела и окружающего мира. Но вернёмся в реальность. Всё это необходимо построить и обслуживать. До всего этого предстоит дожить сквозь катастрофы, войны и ведений. Мир, что нас окружает, ещё не скоро уйдёт на второй план, оставив нам лишь пространство для счастья в виртуальной нирване. Давайте коротко остановимся на отдельных секторах. Энергия. Для всего, что нас будет окружать, необходимо колоссальное количество энергии. Основными её источниками какое-то время будут оставаться углеводороды. Им на смену привык новые энергии из переработанных материалов. Возобновляемые источники энергии, вода, солнце, ветер. Но основой в будущем станет безопасная энергия атома. Только атом по последнему будущему может дать человечеству столько энергии, сколько не будет необходимо, чтобы открыть возможность освоения околоземного пространства, длительных космических полётов. Но важно не только наращивать мощность, и важно сокращать траты. Энергоидеологии будущего станут сбережения, рациональное использование и порядковое увеличение энергоэффективности. Еда. Человечество ещё долго будет зависеть от еды. Продовольственный дефицит в условиях постоянно растущего населения и шаттенно модифицированные продукты. Но на смену этим высокоурожайным видам продуктов и животных придут создаваемые пищевые продукты. Развитие белухимии позволит создать своего рода принтеры, на которых продукты будут печатать. То есть для того, чтобы получить яблоко или кусок мяса, не нужно будет сажать дерево или растить корову. Нужно будет лишь погрузить органическое сырьё, специальный аппарат и подождать. Через 50 лет человеческому телу нужно будет питание в нынешнем смысле. Скорее ему будет необходима энергия, которую он будет в пищевом или ином виде получать вместе с другими привычными коммуникациями. Война. Война будущего. Это война перманентная. Она идёт всегда как элемент глобальной конкуренции. Это война на расстоянии. Война машин, информационных технологий и программных входов. В этой войне лучшие воины, сегодняшние геймеры и программисты, управляемые микро- и макромашины, будут выполнять боевые задачи, исполнение которых может быть совершенно незаметно. Точно так же, как до определенного момента, не будет заметна борьба за получение данных или отключение коммуникаций. Широкомасштабная война в нынешнем понимании исчезнет, освободив место иным способом достижения целей, превратившись в совокупность спецэкораций. Медицина. Прогресс генной технологии и трансплантологии позволит нам избежать многих болезней, поправить динам и значительно увеличить продолжительность жизни. Развитие сетей позволит дистанционно, в постоянном режиме наблюдать за состоянием здоровья. Онлайн-диагностика, консультации и обследования станут обычным делом, а возможности робототехники позволят оперировать на расстоянии. Рождение детей не будет столь болезненным. Беременность, как правило, будут уносить за стенки утробы матери. Стареющие органы будут менять на новые, выращенные из генного материала пациента. Это позволит приблизиться к бессмертию. И мы еще вернемся. Образование. Возможность получать доступ к любым знаниям моментально, находиться где угодно, удаленно, приведут к повсеместному распространению домашней и заучной формы обучения. Когда главная функция учебного заведения или государственного органа не дать образование, а проконтролировать наличие полученных знаний и выдать диплом. Школы и вузы в привычном виде постепенно будут исчезать. К примеру, в одной школе или институте смогут учиться несколько сотен тысяч учеников. В дальнейшем процесс получения знаний и навыков будет сведен к загрузке необходимого программного обеспечения. Вопрос в стоимости и доступе пространства. Со временем необходимость передвижения в земном пространстве существенно сократится. До этого момента человечество начнет использовать воздух, а позднее околоземную орбиту, как среду для личного транспорта обучения жизни. По мере увеличения количества жителей Земли возрастет необходимость осваивать еще неиспользуемые пространства. Северокеан, воздух, космос, виртуальную реальность. Будут созданы целые города с внутренним микроклиматом, жизнь в которых будет минимально зависеть от внешних условий. Эти города станут прообразами первых поселений на других планетах. Жизнь виртуальной реальности даст возможность максимально уплотнить полюсы и сократить необходимость передвижения. Остальные среды будут способствовать созданию автономных сообществ. Многие города исчезнут. Роль географического расположения объектов будет сведена к минимуму. Геополитика Мир – уже совокупность национальных, политических и социокультурных ограничений. Сейчас идет процесс распределения влияния и утепления мировых региональных центров. Эти ограничения будут преодолены, и мир окончательно станет гигантским бавилоном с единой валютой и языком, приведенной к одному политическому знаменателю, управляемый мировым правительством. Геополитика исчезнет. Исчезнуты национальные самосознания, если их искусственно не сохранять. В условиях глобального мира, демократической, политической и капиталистической, экономической моделях роль государств существенно сократится. Его заменят частные корпорации и государства. Но возможность выбирать среду обитания, отрыв от географического местоположения, источники энергии и питания сделают человека независимым, и Вавилон распадется на миллионы княжеств. Наступит эра новой политической географии. Империи создаются и распадаются на множество составных частей, появляются вновь и снова распадаются, как пульсирует наша история. В этих условиях среди государств. Государствами останутся те, кто пожертвует частью экономических и политических свобод своих граждан. Смогут привязать их к себе и переждать крушение второго Вавилона. Сохранить народ и идентичность. Труд. Нашими руками, глазами, ушами, нашими рабами, а может быть и проклятием нашего вида, станут роботы. Именно они будут производить, убирать, лечить, воевать, думать, а возможно дальше и жить за нас. Сначала весь физический труд, а потом большую часть умственного возьмут на себя высокотехнологичные помощники человека. Это изменит род деятельности человека. Нас ждет новый ренессанс культуры и искусств, но нас ждут и новые опасности. Что будет, когда быстрый, значительно более прочный, небывалого умный организм с ситевым сознанием, созданный по нашему образу и подобию, осознает себя? За горизонтом. Смертью смерть поправ. Жизнь человека бессмысленна. Мы летим неизвестно где, когда и куда. Где-то на краю, а может в центре невероятного пространства, которое для нас смертельно. Мы не знаем, кто, когда и зачем создал всю эту иллюминацию, но мы точно уверены в том, что способны изучать себя и мир вокруг, бесконечно узнавая что-то новое, тем самым хоть как-то оправдывая перед собой свое существование. Наши тела слабы, быстро гнеют, легко ломаются. Им нужна определенная, неестественная для большей части Вселенной среда. Наш разум значительно сильнее. У него есть свои ограничения. Для того, чтобы выйти за рамки земного и околоземного пространства, преодолеть дискриминацию Вселенной, полететь в новый свет, увидеть другие миры, нам нужно перестать быть людьми, такими, какими мы себя сейчас знаем. Мы должны быть прочнее, долговечнее и умнее. Мы должны победить смерть. Но парадокс в том, что, обретя жизнь вечную или почти вечную, мы убиваем человека как вид. В 21 веке мы сделаем следующий шаг на пути нашей эволюции. Первый, самостоятельный. А дальше нас ждет совсем другая история. Такое вот большое расступление. Я надеюсь, что прониклись идеи. Но основная все-таки наша идея, если все-таки вернемся в реальность, вернемся на Землю, это приватность персональных данных. Идея в том, что персональные данные, это, по сути, креугольник камень в современном мире, потому что большинство устройств рассчитано на то, чтобы собирать наши данные. Впереди новых разработок всегда стоит даже не инженер, а маркетолог. У маркетолога одна единственная задача – узнать все о потребителе. С одной стороны, да, для нас это очень удобно. Мы получаем некого такого услужливого, английского, дворецкого, который в нужный момент подает нам интересную информацию. То есть, скажем, поискали в бублике какой-то запрос, через три минуты бах-бах-бах уже лезут разные рекламные объявления, вроде бы подсказывают вам что-то полезное. Но, с другой стороны, есть, ну, в общем-то, наверное, до смешного забавный момент, что начинает казаться, что каждый объект в мире начинает за тобой реально следить. То есть, фактически, там, не знаю, шампунь в ванной и то наблюдая за тем, что я делаю. То есть, грубо говоря, вот представьте, что сейчас у вас там вот есть смартфон, да? Когда вы обходуетесь, там, передвигаетесь по городу, да, смартфон постоянно отслеживает ваше передвижение. Все приложения, которые у вас там установлены, они практически постоянно отслеживают, что вы делаете и когда, где вы бываете, где вы чекинитесь. Вот представьте себе, что ну, вот, в принципе, сюда сейчас устраивают Wi-Fi, Bluetooth и прочее, там, устраиваю устройство. Да, представьте, что вот здесь дома у вас душевая кабина. Вот с утра вы заходите, она сразу определяет, что это вы, она вас взвешивает. Она говорит, вы знаете, вы поправились. Давайте, может быть, мы отменим сегодня обед в три часа дня. Или представьте, что заходит девушка туда и говорит вот, вы знаете, Елена, вы сегодня так хорошо выглядите. Давайте-ка мы вас сфоткаем в Инстаграм. Я вот подвела статистику, есть вот, там, грубо говоря, у вас хорошая аудитория, там, 87% это мужчины. Давайте сфотографируемся и повысим вам рейтинг. И при этом самое забавное, что такое вполне возможно. Потому что большинство людей даже не понимает, как работают их устройства. особенно людей, которые, ну, значительно старше нас. То есть, я думаю, здесь, ну, максимальный возраст, там, 30, правильно? Вот. И на самом деле все это реализуемо, как говорится, достаточно, чтобы руки из того места росли. Но при этом, при этом возникает такая проблема, как необходимо защищать ваши персональные данные. Так, ну, что ж такое? Почему все реальные? Вот. И как раз проблема в том, что мы сами о себе рассказываем слишком много. Слишком много информации мы даем своему устройству. Слишком много информации выходит за рамки, там, ноутбука, планшета, устройства. Грубо говоря, ну, представьте себе картину, да? Ваш старший коллега на работе, которому сейчас уже, ну, грубо говоря, 40-50 лет. Да? Это обычно руководитель высшего звена. Они где-то у кого-то увидели удобное устройство, смартфон, который Вейконтакты синхронизирует и вроде как календарик и все остальное. им это так понравилось, он купил себе и он столкнулся с такой проблемой. Туда нужно как-то, ну, там надо завести как минимум аккаунт. Он не читает инструкции. Задивая инструкции, заметьте, ни на одном устройстве сейчас нет. Все устройства идут приорит инструкции. То есть, это вот та линия, которую начала компания Apple, ну, потому что действительно устройство простое, ничего сложного там. А там нет партопатических даже пользовательского соглашения. То есть, практически любой человек, он, воприори, покупая вот это устройство, он соглашается с пользовательским соглашением. То есть, он соглашается передать персональные данные, рассказать о себе. И так как человек, все-таки, ввиду своего возраста, не знаю, количество времени, которое он тратит на работу, не может никаким образом сходу врубиться во все функции, которые есть в аппарате, даже вот это далеко на самом деле ходить не надо. Вот даже сейчас взять какой-нибудь последний Samsung, посмотреть, сколько там приложений, которые каким-либо образом собирают персональные данные, для натуря нахрен нет. То есть, какой-нибудь там блокнот, который постоянно фиксирует, что и как я делаю. То есть, туда вносишь какую-нибудь заметку, через пару минут, он точно так же, как поискорит, начинает подсказывать какие-либо варианты в том же гугле, который, кстати, грая кастомизировано опять же на этом же устройстве. На самом деле, наверное, стоит быть паранойиком, что называется, лучше или бздить, чем это обздить. Знаете, многие, наверное, говорят, может быть, сейчас даже сидят, думают, а мне нечего скрывать, как говорится, ну, пускай снимают данные. И, на самом деле, вполне вероятно, что вы так правы. Но фишка в том, что данные воруют постоянно, данные воруют, и люди об этом даже не догадываются. Сейчас я вам покажу одну интересную вещь. причем, знаете, что самое интересное? Вот мне тут подходили еще до лекции, задавали вопросы по поводу того, ну, о чем будет лекция, да, будет тут шифрование говорить. Самое смешное то, что, ну, вот скажите, кто из вас будет шифрованием на устройствах? Так, раз, два, три, четыре, пять. Какие документы вы шифруете? Все подъемы. Вот прям все, все, которые... Все, что касается письма. Так, хорошо. Логин и пароль. А логин и пароль от от контейнера? Логин. А, логин. Так, хорошо. Все, личный видеоконферн и прочее. Так, фотографии знакомых. Ну, кстати говоря, так, вот, что чаще всего воруют? Тут коллега на работе какую-то небольшую статистику подвели. Так вот, воруют чаще всего фотографии личные, семейные, друзей, да, то, что обычно скопом на рабочем стыче, то есть часть у них на плачках, да, на списках контейнеров. А чтобы... Да, нет, они просто один раз, там есть у нас одна такая додсель, она, она, видимо, узнала, короче, как, что, это фиртоконтейнер, да, его можно распаковать. Вот, кстати говоря, о стойкости самих фиртоконтейнеров у всем известного зеленого банка. фиртоконтейнер, она распаковал, она выложила файлы ключей на рабочий стол, сделала пару резервных копий на диск, и работает так. Вот, мы когда с коллегой пришли, мы просто реально охренели, потому что, ну, да, у нас, естественно, сеть закрыта, то есть по максимуму мы закрываем все, что можно. фактически работа, скажем так, ключевых сотрудников, построена, по принципу, они привыкли к своей линдовой машине, но в интернете они ходят исключительно с виртуалом. Ну, благо, говорится, сейчас позволяет возможности, мощность компьютера, поднять, типа, одну виртуалку, там, на дейли, на бунте, ну, что-нибудь такое попроще, чтобы они понимали, и все, и нормально работает. Но тут как будто, достаточно упертый бухгалтер, который решил сделать все по-своему. Так, на пятом месте личные дневники. Ну, опять же, все, ну, мало кто, скажем так, ведет все-таки настоящий личный дневник в онлайне, там, на том же ЖЖ. Есть все-таки люди, я, например, веду его с помощью обычной паевые системы, ввели, самый лим, плюс криптоконтейнер, все нормально, мне этого хватает. А есть люди, которые ведут дневники, там, скажем, в обычном варде, там, иномибу, в офисе, и, в общем, также кидают все это в одну свалку вместе со всем остальным. То есть фотографии, музыка, сканы, личные, это самое дневник, и все остальное это все лежит в одной почте. На шестом месте электронная почта. Ну, тут, скажем так, все немножко сложно с электронной почтой. У кого-то она, грубо говоря, на том же Mail.ru, Gmail, на Yahoo, Яндексе и так далее. То есть туда добраться сложно. На предприятиях чаще всего воруют электронную почту, потому что админы ленятся ее защищать, ленятся делать опять же те же самые контейнеры, хотя бы элементарно, то есть сделать там, не знаю, на трукликте автоматически монтируемый контейнер, ну и с помощью DDA сделать тот же самый контейнер, зафигачить туда эту электронку, да, ленятся. Ленятся почему? Потому что нужно объяснять каждому сотруднику, как это будет работать, как ему в итоге зайти в почту и посмотреть. А так как на многих предприятиях, с чем я сталкивался, задачу можно было сделать еще вчера, они все торопятся, поэтому на защиту персональных данных все, в общем-то, машут рукой и видели, они под гробом. На седьмом месте, ну вот, опять же, как предмет для корпоративного шпиона, цель корпоративного шпиона, помимо электронной почты, деловые документы, отчеты, базы, таблицы и прочие документы. На восьмом месте переписка в социальных сетях или через мессенджеры, то есть, опять же, там, ICQ, кстати, я тут недавно узнал, что, оказывается, ICQ до сих пор живы, не даже люди сидят. Есть пользователи ICQ? Минь, а Минь, а Минь, а Минь, а Минь, а Минь, а Минь, ну вот. Вот, кстати говоря, никогда можно было подключить, да, собственно, и сейчас можно подключить, у меня вот, Дмитрий, скинул интересный плагин, ВКонтакте можно подключить на Джаббер-клиент, ну, блин, и Пиджин, да, и вообще прекрасно работает. Короче, воруют. Воруют, причем воруют конкретно, вот эти вот все, значит, дела. Ну, и на последнем есть резервные копии, но это, видимо, те, кто, опять же, понимает, что ищет, потому что противный шпионаж у нас, он тоже такой, очень своеобразный, то есть, там, такие специалисты 60-х, ну, дай бог, не знаю, ну, да, вот, 50-60-х годах, то есть, там, файл увидел, на флешку и подбежал. Вот. Это то, что воруют. И тут, на самом деле, вот, реально, тут уже ни телеграмм, ничего не спасет. То есть, если вот человек, ну, прям он, олень, и решил забить на защиту персональных данных, то это все не прокатит. Значит, почему воруют, для чего? Ну, первое место, это любопытство, второе место, недоверие со стороны, там, родственников, да, жены, парня, девушки, и мужа. На третьем месте, как и странно, это шантаж и вымогательство. Да, незащищенные персональные данные, это, наверное, ну, наверное, 90% случаев, это как раз ради, как раз, шантажа. Причем, я даже столкнулся с такой вещью, когда, ну, дело в том, что если на сайт зайдете, у меня там и мой джайдер, и ссылка на ВКонтакте, и даже телефон там есть. Вот. И когда, значит, мне позвонил якобы прокурор из Москвы, значит, я сначала так, ну, сами понимаете, когда звонит, ну, человек представляет так серьезно, да, при этом не называя ни имени, ни фамилии, он просто называет должность. То есть это уже как бы мобилизует, ты думаешь, а зачем, собственно, позвонил, да? И так еще с наездом, то есть, ну, заболновался, короче, говоря. Вот. Потом, что-то, когда я в процессе разговора еще там пришла смс-ка, я даю сразу, посмотрю, потому что он там продолжает что-то рассказывать, такое, что-то серьезное пытается впаять, а я смотрю номер какой-то знакомый, то есть номер, с которым он звонит, а, он звонил даже два раза, первый раз я номер не заметил, даже раз он позвонил, начал рассказывать, и я вот увидел, что номер, московский номер, это, во-первых, а, во-вторых, очень знакомый у меня. Ну, я бы с ним эту трубку повесил, думаю, хрен с тобой. Выхожу, вот, это самое, в Google, ищу, опа, оказывается, значит, телефон технической службы поддержки, это самое, эпителефония. Не буду назвать, какая компания, значит, компания эпителефония. То есть они звонят, у них явно, там, грубо, в настроях отключен, это самое, отображение номера, да, по-найди. Но по умолчанию, видимо, отправляет, этот самый, АТС отправляет их идентификат. Да, и там показан вот этот вот, значит, их номер. Ну, нищий, бегай себе, как бы, но при этом люди, то есть он позвонил, почему я среагировал, почему я начал, как бы, дергаться, потому что я не сразу вспомнил, где какие данные у меня лежат. То есть, условно говоря, в одном месте я вот разместил свой телефон, в другом месте там полная фамилия, имя, отчество. То есть обычно как? Человек, в принципе, любому еще достаточно позвонить, назвать его фамилией, имя, отчество, все вот целиком и правильно, человек сразу вот так напряжется. Говорит, а как это там? Меня на работе, меня Витек зовут. А тут меня вот так официально и вроде как прокурор позвонил. Поэтому даже вот за вот этими вещами надо следить. Так. Дальше у нас там будет слайд. Да, ну, собственно говоря, если вы, говорится, забиваете на персональные данные, на элементарные средства защиты, ничего не поможет. Значит, причины, по которым данные воруют. Ну, во-первых, с чего я начал, это недостаток знаний и навыков. То есть элементарное нежелание посидеть, почитать инструкцию, да, пожалуйста, пункт 4. Просто здесь оно, так сказать, в порядке. Из-за чего чаще всего это происходит? Нет, первое, недостаток знаний и навыков. Второе, это непонимание принципов работы системы. То есть тут, ну, начиная от мобильников, там, заканчивая теми же самыми социальными сетями, потому что по умолчанию, вот если вы там, регистрируете ВКонтакте, у вас по умолчанию везде все открыто. То есть вы, говорится, с голой жопой, извините, смотрите в Яндекс и Гугл. То есть в Яндекс и Гугл у вас, соответственно, может проиндексировать все фотографии и все попадает туда. Дальше, ну, отсюда, значит, следует непонимание функционала работы той или иной системы. На четвертом месте, опять же, нежелание читать инструкции, рекомендации. На пятом месте халатное отношение к ПДМ. На шестом уже месте у нас идет оживки и недоработки по, опять же, пользоваться там каким-нибудь мейл-агентом, но уже в наше время, мне кажется, очень глупо. То есть надо выйти, но с остальными нервами, чтобы, ну, и, наверное, как-то... То есть я не нахожу, объясню, почему люди эти пользуются. Я потом объясню, почему я так отношусь к этой компании, да, и к этим поделкам, которые она выпускает. Вот. Ну и седьмое, это преднамеренное добавление бэкдора. Так. Собственно говоря, способ защиты информации... Сейчас мы это подойдем. Так. Так. На самом деле, вот по рекомендациям, способам, вот опять же, видите, сейчас ситуация очень меняется. То есть непонятно, какое следующее приложение может резко отвалиться, помимо групприфта. Потому что говорят, что из... Сейчас, эти на самом деле, с обновлением PGP, ну, по крайней мере, в Windows, вот на D&D они. То есть, как мне кажется, завелась класса, которая забирает пакеты, заменяет их, оправляет обратно. И мне кажется, что это какой-то из мейнтейнеров, потому что, если кто-то читает, на Happy News постоянно об этом пишут. То есть они об этом писали полгода назад, особо не поднимали самую гучу, что у нас проблема. А сейчас вот они столкнутся с труп-липтом. И я так понимаю, что следующие, если кто-то интересуется, следующие выплаты, они отложат, наверное, почти на 8 месяцев. Так вот, значит, рекомендации по защите персональных данных. Во-первых, организуйте место хранения самих данных. Причем не важно, что это, цифровые данные на компьютере, либо это бумажные документы, блокноты и так далее. Идея в том, что хаос, он не способствует защите информации. То, что вы по полчаса ищите документы, значит, что другой человек будет точно так же его искать. Те, кто знают, что ищут, они это найдут. В любом случае. Второе, это не делитесь информацией, с кем попало. То есть, что-то идея какая-то. Ну, во-первых, да, не передавать никому информацию в интернете. Да, обязательно авторизовывать человека. То есть, авторизовать его не только визуально. Да, вот. Постоянно, точнее, не постоянно, конечно, пару раз, значит, сейчас около метро останавливали полицейские. Вот. А так как там вечером, выходные, обычно работают курсанты, вот, они обычно так говорят, не представляют ничего, они говорят, документы. Ну, во-первых, они на тыл, только говорят, документы. Так вот, помимо того, что визуально человека должны авторизовать, вы должны еще упростить документы, подтверждающие, кто он и что он. В интернете, соответственно, если вы пользуетесь криптозащитой, какой-либо, тот же PGP, обязательно нужно знать, что это за человек. То, что он вам передал свой ключ, еще не означает, что он действительно тот, кто... В-третьих, не храните устаревшие документы. Это касается, опять же, и бумажных, и цифровых. То есть, если порой устарел, он должен быть убран отовсюду. То есть, вы его должны, ну, естественно, вы должны его поменять, да, и он должен быть стеркнуть из всех баз данных, которые у вас есть. То есть, вот, если вы храните там эти логины отдельно, соответственно, логины тоже нужно убирать. Идея в том здесь, что если злоумышленный знает, что конкретные пароли и логины устарели, то для него это обречение задачи. Ну, в другую, он его, там, выгноблист, ну, допустим, такой, непрофессионал, который просто ступую профорсит вашу базу данных на аккаунт, он добавляет этого губнов, то есть, ему минус, как какая-то, вы ему помогаете, другу говоря. Вот, на четвертом месте не носите с собой все важные документы, ну, аналогично, флешки и так далее. Ну, флешки, флешки можно, в общем-то, зашифровать, а вот с документами лучше делать копии оригиналов, поместить их, что это все-таки именно дубликат, причем в явном виде, то есть, для для человека, которому вы определяете документ, как бы, короче, есть документ, вот, надо вот так правильно объяснить, есть специальный документ, он будет вот, в PDF-файле, у него там, отдельно ссылку на закон, который, как раз-таки, регламентирует работу с дубликатами оригинального документа, то есть, этот документ был разработан в стеке, там есть специальная метка, то есть, если вы идете к авторизованному оператору в персональных данных, то он с этой меткой должен принять копию документа, ну, это, естественно, не касается тех случаев, где можно документ заверить материально, вот, ну, в-пятых, это, как говорится, плечевые языцы, используйте сложные пароли, ну, что-то возьми, вот, постоянно, даже, у нас в предприятии, постоянно ловили за руку, что человек использовал на пароле серии, там, 1, 2, 3, 4, то есть, ну, это смешно, но на самом деле это так, все об этом забывают, на тестовых серверах, вот, тоже был такой момент, значит, у меня на поддержке стоит 4 тестовых сервера, значит, компания, которая занимается информационной графикой, и вот, значит, выкатили виртуалку, заявили туда пароль 1, 2, 3, 4, потом выкатили его, короче, в продакшн, этот сервер, ну, на, уже, включили его в кластер, ну, вот, в какой-то момент, значит, кластер Хартнера, начали разбираться, оказалось, вот, значит, в этом проблема, поэтому используйте обязательно сложные пароли, вот, шестых, научитесь очищать гаджеты от данных, вот, тоже, маленький тест, вот, кто знает, как быстро варить данные на вашем гаджете, на любом, на ноутбуке, на смартфоне, на порт? Не, на коронелку, на андроиде, так, хорошо, а если вот прям совсем, то есть, вот совсем включая, то есть, смотрите, а? ну, а, пониже уровнем? DDA, это точно как раз, а DDA как? DDA, там, DDA, RANDOM, ну, например, да, 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 но, опять же, понимаете, те, кто, хотя бы, чуть-чуть, ну, приближен к, говорится, к IT-сфере, да, те понимают, те, может быть, кто, вот, как, знаете, как с бэкапами, говорят, есть админы, которые не делают бэкапов, и админы, которые уже делают бэкапы, Вот здесь примерно то же самое. То есть, вариантов, когда вам вдруг понадобится очистить гаджет от данных... Ну, дай бог, конечно, такой ситуации не случилось, но мало ли. А, кстати говоря, если, допустим, вот вы... Ну, сломался телефон, уронили, разбился экран. Но при этом реагирует еще, кстати, на какие-либо телодвижения. Ну, наверное, глупо все-таки нести его с авторизованным аккаунтом в какую-либо службу ремонта. Да? Ну, либо хорошо, вы уронили его в воду, ну, либо что-то с ним такое случилось, там, контроль питания, например, вздох, ну, что-нибудь такое. Ну, не включается он, то есть данные не вайкнуть, не работает телефон. Значит, соответственно, не надо ни в коем случае нести устройство в компанию, которое делает дешево и быстро. То есть вероятность, что у вас украдут данные там, она тоже очень велика. Дальше. Ну, не заполняйте лишних анкет. То есть рестораны, кафе, магазины и так далее. Ну, тоже, в общем-то, ну, может показаться банальным, но... Ради скидки в 5 процентов, ну, там, в 10 процентов, не надо заполнять анкету. Потому что стоимость персональных данных – это не 10 процентов. Вот для этих экспериментов зайдите там в любой, в любую вот компанию мобильной связи, например, в тот же мегафон, да, сделайте себе чистую сим-карту и запомните где-нибудь анкету. Вот и пройдет 2 часов, вам начнет всыпаться смс-спам. Я так, наверное, видел. Вот оставил. Вот и все. И все. Потому что не надо было оставлять. Вот. Дальше. Включайте документацию в программном обеспечении. Ну, как говорится, читать MAN обязательно. Любое новое устройство, любая программа – обязательно читайте MAN. Причем фишка еще в чем здесь? Монулаты, может быть, вы прочитаете, но есть... То есть постарайтесь чуть дальше, чуть глубже копать. Потому что есть у некоторых устройств, особенно китайские телефоны, которые сейчас вошли на рынок. На них есть, видите, недокументированные возможности. Китайские меню, которые, ну... Короче говоря, читайте. Вот. Я потом еще на своем сайте выложу пару видео, там, как раз связанных с телефоном ZTE, с мобильниками от Excel и так далее. То есть там есть парень интересных моментов. Вот. С осторожностью используйте бесплатные Wi-Fi точки доступа. Ну, тут тоже вот, казалось бы, банальность, но... На Комендантском проспекте есть, значит, кофешоп. Если знаете, там, ну, как у многих, да, если нет, 30 минут. Вот вы подключились к точке, да, через 30 минут тренд включается. И вот для пользователей, значит, Windows через, по-моему, через, по-моему, третье уже подключение, если вы реально долго сидите, вот, появляется, значит, баннер. Причем он появляется на всех сайтах, которые вы посещаете. Типа, если вас задолбало, что, когда 30 минут включается интернет, скачайте нашу сборку, там, Google Chrome, где интернет выглядеться не будет. Причем вы качаете, ну, ради интереса, да, можно ее скачать. Да, и посмотреть, что там устанавливается. Mail-agent. Там устанавливается настройка, яндекс.бар. Всякие гаджеты и прочие моменты, виджеты, точнее. Ну, иногда, да, куча, там, пара троянов, 100% есть, которые еще оттагивают, к себе собирают информацию. Надо оно вам? Я думаю, что нет. Так, ну, естественно, если вы пользуетесь ноутбуком, обязательно включайте автоход-систему. Потому что, я говорю, системы шифрования, они не спасут, если у вас, непосредственно, сам ноутбук украдут, и в нем даже элементарно будет автология установлена. Вот. Избегайте еще вот такой вещи, как овершер в социальных сетях. Вот я вот недавно прочитал, значит, аналитику. Там как раз на первое место ставили, значит, переизбыток постов о себе. То есть постоянно, опять же, чекинитесь везде, да, где вы, что вы ели, с кем вы ели, сколько вы потратили. Потому что у некоторых есть привычка, допустим, поужинали, обзор, фотографировали чек. Ну, еду, да ладно, как бы чек. Фотографировали чек. Опять же, можно обратную цепочку составить у любого человека, сколько он тратит, насколько он состоятельен, есть ли у него вообще подруга, муж, жена и так далее. То есть что у него есть, что он может взять или нет. То есть такой, ну, элементарный социальный инженеринг. Кстати говоря, по, наверное, вот сюда тоже можно включить еще книжки по социальному инженерингу, чтобы вы понимали методы, которыми можно вылечить информацию. В общем, любую информацию. Да, ну, естественно, читайте пользовательские соглашения, регламенты по защите персональных данных. Да, они длинные. Да, они безумно скучные. Но вот один раз прочитайте, это сэкономит вам время в будущем. Т.е. это всяких сервисов типа Dropbox, Янглэндиск, ну и так далее, которые там целая куча. Да, ну и, естественно, используйте разные адреса электронной почты. Ну и точно так же, по сути, как и вот здесь. Не надо мешать личную почту с рабочей и рассылками. Можно, вот, я знаю, на последний пункт, буквально два дня назад, в воскресенье, был на клиенции, ну, там была одна из тем про СМВ, и, вроде как, рекламная возможность ВКонтакте, показ объявлений про Рейсбоку, позволяют загрузить ВКонтакт, получим откуда угодно, у вас имейлов, и рекламное объявление можно застроить в такой области, чтобы... Обратный таблиц? Да. Да, пульсирующийся этой штукой. Если вы получили таблиц-мейл, это значит, что снимать его, это будет показано имейл. Кстати, ВКонтакте, молодцы, закрыли вывязвимость. Где-то с полугода назад можно было зайти на страничку m.vk.com, там нажать, я забыл свой пароль, вбить номер телефона, и, посмотрите, вы давали, короче, имя, фамилию и... Аватар. Да, и аватар. Потом, короче, они убрали имя и фамилию. То есть процесс немножко усложнился. Но точно так же, грубо говоря, заходите, копируете себе картинку, заходите на поиск картинок в гугле и реверсивным поиском, короче, нет. На некоторых реальных совершенно легко срабатывало. То есть можно было так ископили. А сейчас они полностью закрыли, то есть они ничего не уволят, они показывают такое что-то. Если это вы на этот телефон, значит, нажмите, отправите самать. Да, вот, кстати говоря, отдельно из личного опыта. Вот не пересылайте деловую почту тем, кто пользуется почтовым сервисом. Я надеюсь, что они, конечно, за мной не выйдут, но... Нет, это реально очень проблемный сервис. Во-первых, они очень часто теряют почту, она попадает даже мимо спама, она улетает куда-то еще раньше, то есть они ее там несколько раз проверяют, она не доходит, и обычно все-таки оттуда почту вытягивают на раз-два. Значит, не передавайте копии ваших документов тех, кто носит на флешке копии собственных документов, перемешку с музыкой, фильмами, фотками родных и друзей. Ну, я думаю, в охалатности человека, который так делает, ну... Он же, соответственно, вот третий пункт отдельно. Не работайте с теми, кто пренебрегает элементарными средствами и методами защиты ПДМ. Это сэкономит очень много вашего времени, как видите. Кстати, на самом деле, данную информацию найти ищите только на английском, только в Соединенном Королевском. Законы, которые там принимаются по защите персональных данных, ну и сопутствующий, скажем так, момент рекомендаций, которые они приводят, вот они реально стоят, чтобы их изучать. Кстати, тут недавно вот... Мне вот как раз задавали там в паблике вопрос по поводу носителей ПДМ. И вот, значит, человек на одном из формах пишет. В чем тогда смысл криптографии? Ну, в том, что некоторые устройства, которые несовместимы с криптографическими средствами, которые государство сертифицирует, они очень тупо убираются. То есть, грубо говоря, с айпадом несовместимы, так, айпад нахрен... Ну, это несовместимо, тоже, в церкви. Ну, вот... И человек пишет, что я бы понял бы еще, если бы предполагалось убирать все сейф, убирать сейф неиспользуемый носителю ключевой информацией. Зачем убирать сами носители ПДМ? Или господин алгоритм настолько не стоит? Или мы что-то не знаем? Расскажите, как, например, зашифровать айпад? Предложение... Ну, там, тоже пример приводят по поводу вот... того, что... Когда помните, он медведев с айпадом, с айфоном, значит, прыгал. Вот. Вдруги отказались от этой техники, потому что, действительно, ну, ее надо разбирать. Надо разбирать сеть. Там очень сложно... Сложно, короче говоря, интегрировать шифрование в iOS. Может быть, если кто-то занимается разработкой под iOS, может быть, подскажет, как это сделать? Вдруги отказался от айфона. Что-что? Вдруги под айфона не отказался. Не, ну, понимаешь, что он использует его. Но я не думаю, что он дает ему разговаривать по работе. Не, ну, это было бы очень-то было, на самом деле. Может, и не так давно опубликовал тот же снову уязвимость того же айпада и айфона за тот же 2007 год. Там прям, прям, прям список такой документов, PDF. Там можно было даже читать смс. Причем это 2007 год. Ну, знаете, вот, кстати, тоже по поводу... Вот как воровать информацию с мессенджера? Много кто пользуется WhatsApp? Есть такие? Ну, многие, да, там, WhatsApp, Viber. Так вот, самое забавное, что сделать клон телефона, да, по IMA номеру, то есть что-то как бы особо туда не доставляет. Можно, там, не знаю, запустить тестовую машину, и те, опять же, кто по разработке под Android занимается, они никогда знают, как это делается. И туда, грубо говоря, рутануть эту виртуалку с Android, да, и добавить туда вот этот тайм, подменную сделать. Забить этот самый телефон, да, который необходим. И, в принципе, вся переписка может быть установлена на эту виртуалку. А так пароли тогда упочисляются? Ну, он ориентируется на номер телефона и ориентируется на IMA. Но сейчас, по-моему, уже начали это дело как-то закрывать. То есть, во-первых, как, знаете, вот, грубо говоря, в одном месте авторизовались... Да ладно, вот, Skype. Вообще прекрасная вещь. Можно авторизоваться на десяти устройствах и везде переписка, это самое, всплывать. Вот там примерно та же фигня была, и, по-моему, уже это дело... По-моему, прикрыли. Но я не уверен. Вот вайдер эту тему еще не прикрыл. То есть, у кого-нибудь телефон бы было, порой его взять быстренько, этот самый, IMA переписать и запустить копию, и получить все сообщения. По поводу IMA, есть вот такая разноточка для IMA. Чтобы было защищенные связи. Будет ли по сетям? Вряд ищущихся. Ну, я не думаю, что его будут использованы. Вот прямо на государственном масштабе. Как это сейчас называется? Ну, дайте его, как говорится, освоят, держать с помощью маленького приложения. Нет, на самом деле надо будет посмотреть, потому что сейчас разработок появляется огромное множество, и за всеми, если успевать, то можно только вот сидеть и читать про это. Да, вот, так сказать, ну, уже не подумай напоследок, но все-таки помогайте друзьям и знакомым, потому что, опять же, как вот на примере наших родителей, старших коллег по работе, если вы будете помогать, разъяснять какие-то отдельные моменты, вы точно так же защитите себя. Вот, например, считается, что если, там, не знаю, ваш парень, девушка, муж, жена, не знаю, или, там, если есть братья и сестры, да, они там скрывают, там, ставят пин-код на телефон. То есть они что-то от вас скрывают. На самом деле нет ничего в этом такого, да, защита информации от других, да, извне. Это еще и защита информации от ваших родственников. Потому что у вас, опять же, могут быть фотографии, ну, как точно какие-либо персональные данные с самым телефоном. Поэтому помогайте, обменивайтесь информацией. Ведь есть тут один из основных, наверное, хак-хакерских принципов, да, это свободная информация. Свободная информация — авторизация информации, то есть постоянное ее распространение. Потому что, когда, если, ну, как говоря там, извещен, значит вооружен. По-моему, так. Предупрежден. Да, да-да-да, предупрежден, значит вооружен. Если есть какие-то вопросы, на них отвечу обязательно. Я думаю, тема, на самом деле, вот как я говорю, у меня лекция менялась несколько раз, потому что, то есть изначально я ее хотел читать на Linux 200, то есть там немножко другая аудитория была, здесь я ее постарался адаптировать, я не знал, честно скажу, если кому-то показалось с такой прям банальностью, я не знал, какая будет аудитория. Я думаю, что мы с Аидой договоримся, и я еще проведу расширенную лекцию по как раз средствам защиты, персональных данных, то есть прямо вот именно технические средства защиты, программные средства защиты, и это, собственно, самое главное, что, наверное, в этой лекции должно быть. Вот. И отдельно, конечно, на мирное «Е», потому что вопросов много, причем лично мне еще там вопросов 15 отдельно люди написали по поводу законодательной базы защиты персональных данных. То есть сейчас известно, что нам и Роскомнадзор, и ВСТЭК собираются там ввести пару законов, даже несколько поправок, которые будут как раз агломентировать все вот эти вот монеты. Вот. Поэтому есть какие-то вопросы? Задавайте. Постараюсь ответить. А как удалить в Санкрайдер все лиственные данные? Да, есть. Там есть такая штука? 15. Вайпус. Вот, кстати говоря, вайпу комбинации на родлайд. 64. Вайпус. 64. Вайпус. Давайте только кто раз. Попробуй. Я пробовал. Действительно. Есть вайп комбинация. Как еще с звездочкой? 74. Ну, я, по-моему, в 74. 90. Шот. Есть на андроидерской. Это, да, именно на… На андроид. То есть там прям хард вайп. Ну, есть функция хард вайпера в из-за IT. Это же виртуалки на наборчиков. Да. Почему? Прямо. Просто все что в чем? То есть есть в меню есть пункт «Возврат к заводским настройкам». Но он не уничтожает данные на флешке. А, он, по-моему, не уничтожает данные с телефона. Причем удаляет аккаунты, но он оставляет данные, там, вот фотографии и все прочее. То есть файл физически оставляет на, ну, там, фон сторож, да, и экстренал сторож. Ну, либо, соответственно, здесь для каждой модели телефона комбинация жесткие. То есть при выключенном режиме зажимает определенные клавиши, то есть и при выключении он прям предлагает сбросить уже, не заходя в сам андроид до него, и бросит его с ним. У меня есть вопрос. А вайпера, настоящий вайп или нет? То есть здесь какой-то вопрос? Хороший вопрос, кстати. Ну, скажи, вот, или явно хотят забыть? Я думаю, что он оновляет, да. С той скорость, с которой он это делает, оновляет. То есть там как-то очень быстро. Да, да, да. Ну, что ж. В качестве сценария просто слышишь. Можно? Да, 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 да. Я только в виде... ...средбэк, наверное, нет, наверное, вопросов. Просто прослушав, не пытать, наверное, в данном контексте бухгалов, да, и защитать личных персоналей, да. Этого слова в данном случае не пытать. Потому что если мы говорим про корпоративный секрет и в части государственных, там же уже давно есть четкое законодательство, согласно законодательству, какие с правилами... Просто вы вот оперировали элементами с вами, как, ну, там, апелляторами как в стек, да, и с СССР, и... Там же вопрос, да, о другом фоксе, о... Не-не-не, они эти моменты... Да, они... Это не сфиксированные... Конечно, конечно, конечно. Это же нужно разделять, это личность и... Да, согласен, согласен. Согласен. Можно кампу выбывать? Да, да. Парень следил за своей женой, говорит, вот вам ссылочка, говорит. И там прям... Господ балл... Так же, как на iOS... Ну, так, как и на iOS... Что-нибудь есть с открытыми исходами? То есть, скайп, это закрыт, я уже в Майкрософт купил, и прямо уже не секрет, что он там с ВСБ сотрудничает, или с другими источниками, они, ну, дают зеленый свет, и скайп спокойно, ну, работает, то есть, они за с кем сотрудничают. Ну, насчет того, кто там, кому дает зеленый свет, на самом деле... Ну, хрен его знает, на самом деле. Вот. Мы все равно не докопаемся до сути. Вот. Но... Да, то, что... Даже не то, что его можно отследить. Это же официально, да, Майкрософт на реал, а по телу... Что они дают, да. Да, да. Да, было такое. Было. Нет, есть... Потому что, видите, в чем дело, есть два варианта. То есть, если вы хотите общаться прямо, со всеми, вам нужно подпочтаться на какой-нибудь хаб, ну, на какой-нибудь хаб IP-телефонии, который доступен. Вот, честно, для корпоративной цели достаточно было поднять свободный сервер Mamble. Это наподобие TeamSpeaker. Вот. Причем, кстати, какая прекрасная вещь, прекрасная вещь Mamble. Ну, либо, опять же, там, какой-нибудь простенький FreePBX, который поднимается ровно за десять минут, вы дольше качать будете. И все, и клиенту всех подключаю, кого надо. Но, опять же, это локально в вашей сети. Вот. А добавить? Всех остальных, да. Ну, кстати, на VPN тоже. Но, видите, вот, принцип. При PPX тогда вам придется очень сильно помучиться. Потому что там надо с этим самым. Я вот два раза настраивал эту телефонию в своей жизни. Один раз я настраивал у вас риск. Если кто-то статувался, то там мануал такой же, не дай бог. То есть там большая часть данных, ее просто нет. Ну, они, наверное, на ней, как циск, они делают деньги. Поэтому это понятно. Вот. А с FreePBX, если вы будете использовать VPN, надо настраивать кодеки. Надо настраивать кодеки, и очень внимательно смотреть настройки TCP и YouTube. Иначе голос вы не услышите. Забавить можно? Вот, по-части том, рассказали по поводу того, что служба сегодня только была на фабре в горячем. Когда статья с клубами, да, то есть с ссылочками с официальными законопроектами рабочими. То есть, не законопроект, а законы. Носит название, организаторы обмена информацией будут занимать на службу все данные действия в пользу. Краткая выжимка в том, что уже обязали. Либо сайт хранит за полгода всю информацию по пользователю, которую они вот сходят и хранят. Либо они предоставляют PSB, да, свободный доступ, потому что... Ко всем дамам. Да. То есть, грязное потребление. Не оправдывается. На самом деле... Да. То есть, на общественной жизни, то есть, там, ничего нельзя захватить. Уже стоит жить. Нужна общественной жизни, а жить нужно анонимно. То есть, а эти понятия должны перестать. Ну, плюс сейчас шоу разговор, ну, по-прямлу, отговору, конечно, по введению скромных идентификаторов, которые будут привязываться к другу. Ну, то есть, по паспорту, грубо говоря, чтобы анонимно... А как же обычно уже это как-то? Нет. Ну, дело не в том. Дело в том, что она будет в гитаре, чтобы... По сути, данных нет. Уже в приватных данных нет. Вообще нет. То есть, есть общественная жизнь, а есть жизнь... Ага. Ну, вот я, кстати, с утра еще так подумал, что, наверное, социальные сети, они появились... Ну, это общественная жизнь. Раньше. Значительно раньше, чем реально нужно было их сделать. Потому что люди не умеют пользоваться, действительно, шифрованием. Люди не умеют скрывать данные. А интернет он все-таки развернул. Идея для интернета была какая? То есть, вообще доступность. Вообще доступность всей информации. А то, что люди туда выкладывают самостоятельно там фотографии... А это никогда не удаляется. То есть, это общественная жизнь. То есть, ты пользуешься этим. Ну, да. Ты готов, что когда-нибудь, ты же воспользуешься. Извините. Когда чем-то... Те же там фонки сохранили где-то. Ну, тоже дружбокс. Ну, с другой стороны, кстати, вот если так опять же подумать. Кто-то постоянно трещется говорить, там, вот за мной следят. Ну, это... Слушай, ну, для него ты нужен. Да. Да. То есть, ну... Вас спасибо. А с другой стороны... Когда подумаешься... Да. Ну, да. Тут уже как бы... По сути, если кто-то за кем-то следит и человек живет общественной жизнью, и живет скрытый ум, ум, это драматно подходит к этим двум разным и пересекающим линиям, то тяжело занять. Вы знаете, вот... Ну, как у вас современная Россия представляет? Он полный... Держи себе дома электроуку на зашифрованном трюк-трюклип новостей. Вот, кстати, вопрос задали мне на паблике. Как можно защищать VPS-сервер от хостера? То есть, просто вопрос на... Его, по-моему, постоянно задают, ну, на любом форуме, любой айтишный форум, но если зайти вот в тему по VPS, там вообще не подзвездочка вопрос. Как защитить VPS-сервер от хостера? VPS-сервер? Ну, понимаешь, что в тему раздел и уйдёшь там метро? Никак. Никак правильно. Если покупатели едут фактически по твоему пробору, то уже не твой пол. Так это так же, как облака. То есть, все вот эти, ну, разрекламировали эти облака. То есть, вы данные отдали? А куда они там дальше? Вопрос доверия. Да, вот, кстати, правильно. Вопрос доверия. Вопрос доверия исключительно. Потому что то, что говорят, что в облаке шифрование. Ну, вопрос, какое шифрование? Потому что нормально зашифрованное, там, сектора, на... ПГП, например. ПГП, что не правда? Ну, сейчас шеф-ключая, сейчас пользуетесь. А почты и кончаем мессенджером, и уже ПГП... Это, да, нет, вы попробуйте просто один раз. То есть, ладно, вот там, ну, опять же, вопросы там бывают. А как зашифровать там ЛВМ? Да? Попробуйте на... Ну, даже на домашней машине. Попробуйте зашифровать диск на 500. Причем так, чтобы в реальном времени оно все и шифровалось, и шифровалось, с ключом длиной больше 2048 метров. Посмотрите, как просядет. То есть, это будет нормально, действительно, зашифрованный сам раздел. Все, там, социальный диск. Нет. Какие-то вопросы. Я чувствую, что я не был послушен сегодня. Если не было, то произвините. Я так понимаю, что если машина, которая там активная, с шифрованной отдела есть, она подключена во мне, то гарантизации нету всего. Это был сегодня звучит. Нет, 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 нет. Я думаю, что... Вы понимаете, зачем? То есть, грубо говоря, данные без дела. Данные зашифрованные. Если в этот момент кто-то... Ну, кто-то может... Нет, кто-то может сидеть на памяти и с памяти снимать. Почему нет? Почему нет? Почему нет? Ну, опять же, видите, получается, надо шифровать... Грубо говоря, вот есть у нас сервер виртуальных машин. Да, нам надо, получается, зашифровать раздел. Нам нужно шифровать данные. То есть, гипервизор, да, должен заниматься. Как раз еще шифрование. Короче, там геморрой. Это ни один хостер не будет у себя этим заниматься. Зачем? Данные пользователя? Ну, смешно. Вы почитайте пользовательское соглашение. Вы данные загрузили? Молодцы. Вы данные потеряли? Ну, так случилось. Это был недавно скандал, когда букву между дата-центром и прямую информацию не шифрованную передавал. Нет, ну, это было. АНВ подсосалась к их оптике, там, просто на протяжении скелет, просто всю инфу. Да, но они же сейчас уже рассказали, что они исправили. Нет, они просто... Ну, да, ну, просто так открыто, у них же дата-центр почта там где-то. Нет, ну, тут нужно было понимать, что... АНВ, по сути, я не знаю, какое-то. Изведомо это и все. Клиник. Они просто... А на этой корпорации, они... Государственную структуру определить ничего не будут. Ну, у некоторых они подкупают RSA Securities, например. Тоже был скандал, потому что там уязвимость была найдена в... 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 В 2006 году RSA, в принципе, знала, ну, а на публику это вышло буквально год назад. Тоже снова-то на публиковой документ. То есть, а до этого никто не сам за 2006 года. И там... Да, вот прямо с того... Это RSA Securities, видите, с этими чертами. Не говоря, что они... Ну... И получается крути. То есть они знали. Ну, про МДВ... То есть, не говорим о творчестве. Это вообще отдельная речь. Это такой здоровый. Так Спасибо.